Девушки отдыхают Торбьорн расколотый щит Вот бы кто-то выбил из него деньги Он за каждый септин удавится Он говорит, что работа органианина Стоит одной десятой хорошего нордского рабочего Мои братья не рабы Можешь попробовать Но мы сами не смогли его уговорить Мы работаем там, где могли найти работу Нордам не нравится разгружать свои корабли Так что этим занимаемся мы Иногда, правда, груз пропадает Угу Уважение к закону, неуважение ко мне Субтитры создавал DimaTorzok Нельзя сразу в огонь большие поленья Сначала надо щит Чем могу помочь? Пожалуйста, не беспокой мою жену Толу Она все еще горюет Наша дочка недавно умерла Я утешаюсь крепкой медовухой Но ничто не может утешить мою Толу Я ищу амулет Аркея Который бы напомнил моей жене, что дочка теперь с богами Но нигде не могу найти Спасибо Есть у тебя ель или мед? Что ж, друг мой Если ты думаешь, что чешуйчатым надо больше платить Я это сделаю Но ради тебя, а не ради них Прошу меня извинить Я все еще пытаюсь прийти в себя После смерти жены и дочерей Мой любимый забутыльник Давай по одной Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, Аркей дарует моей жене утешение. Спасибо. Вот, я всегда плачу по счетам. Прошу меня извинить. Я все еще пытаюсь прийти в себя после смерти жены и дочерей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И подари покой этим душам. Работать умеет здорово. Иногда удается увидеть Ульфреда совсем близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, как мы... Тех, кто шутит со стражей Фенхельма. Самоупрец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клянусь хистом, если... Клянусь хистом, если я не отведаю скумы, то не дотяну до конца недели. Нет. Я чувствую, как с меня чешуя слезает. Может, поможешь старому оргнянину? Я слышал, как моряки говорили, будто припрятали бутылку скумы двойной перегонки в клубе Гнисис. Вот бы попробовать. Хист проклинает тебя. Я не буду жалована, если ты вернешься с порцией скумы. Норды не любят нас. Ну и что? Я их тоже не люблю. Мы уже привыкли жить на гроши. Но расколотые щиты тебе удалось уговорить Торбьюрна? Я потрясен. Вот. Я это копил на черный день. Может, хоть теперь я смогу помочь своим братьям? Бери. Пусть земля под твоими ногами всегда будет мягкой. В Винхельме жилось нам плохо, но судьба наша переменится. У нас есть дом и еда. Да, конечно. Какой смысл постоянно ныть и жаловаться на жизнь? Я знаю, что в доках жить нелегко. Иногда жизнь ставит тебя в сложную ситуацию. И ничего тут не поделаешь. Но даже тогда у тебя есть выбор быть счастливым или несчастным. Я решила быть счастливой. Нам нелегко жить за пределами родного чернотопья. Но мы стараемся как можем. Я начала молиться с зенитару, богу процветания, чтобы он даровал нам немного богатства. Но только я купила священный амулет, как его украли воры. Шави будет у тебя в долгу, о, добрая душа. Была рада пообщаться. Субтитры сделал... Опять пещера. Я лично под землей предостаточно времени провела. Но если хочешь туда, я с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а я ее хозяин я неверности не терплю ищешь работу а то у меня один матрос решил что командовать бандой воров выгоднее чем грузы возить если разберешься с этой бандой и так чтобы другим не повадно было я тебе заплачу столько сколько за год зарабатывать вот и молодец увидимся надо двигаться быстрее солнце полезно для моей если тебе нужно на солстей тебе не повезло я туда больше не хожу трудно объяснить помню как на борт поднялись люди в масках а следующее что помню я здесь а их нет не один день из жизни выпал недоброе это что-то тут и так что-то странное творилось но после этого хватит с меня не поплыву больше на солстейм ты что меня не слушаешь ты что меня не слушаешь я туда не пойду ладно уж так и быть давай я отвезу тебя обратно тогда ты сможешь разобраться кто их послал а вдруг у тебя получится положить конец тамошней черновщине у меня к ним тоже есть счетец у меня к ним тоже есть счетец ну вот мы на месте это воронья скала не могу сказать что шибко рад ее видеть удачи может ты сумеешь выяснить что тут происходит я тебя не знаю значит ты впервые в вороньей скале объясни зачем ты здесь чужак мирак я я не уверен главное запомни воронья скала суверенной территории дома редаран это моровинт а не скайрим и пока ты здесь изволь подчиняться нашим законам есть вопросы мне нельзя иначе я второй советник и безопасность вороньей скалы моя главная забота у нас тут не блэклайт знаешь ли мы живем на границе и опасностей здесь хватает после всего что мы прошли вместе я не могу подвести советника Морвейна советник Морвейн представитель дома редаран на солстейме я второй советник и моя работа помогать ему и проводить жизнь его решения твое невежество в географии нашей родины меня не удивляет блэклайт столица моровинта с тех пор как арганиане разграбили Морнхолк я теперь не часто туда езжу но оттуда периодически прибывают люди и корабли с припасами да и уже очень давно они буквально залили кровью большую часть южного Морвейнда никто толком не понимает зачем может хотели захватить новые земли а может отомстить за годы рабства а может и то и другое так или иначе тысячи данмеров погибли и тысячи были изгнаны из земель предков я я не уверен могу поклясться что знаю это имя только не помню откуда вряд ли я не мне кажется это имя имеет какое-то отношение к камню земли но я точно не знаю какое помню мы следим за тобой я не любительница солнечных ван но лучше чем это мы мы задержались из-за плохой погоды пока ты не спросил да я привез материалы которые ты заказывал но на что стоило мне это в два раза больше чем мы обсуждали ничего нельзя было проклятие ты же знаешь что у нас нет таких денег слушай восточная имперская компания не оставила мне они опять подняли цены и я тут ничего не могу поднимать северное тело в отличном состоянии и готовы отправляться да ладно я поговорю посмотрим что можно сделать хорошо адрил не волнуйся и не торопись заплатишь когда зайдем в дом или в пещеру хоть куда-нибудь лишь бы подальше от этого я уже почти двадцать лет плаваю на северной деве по морю призраков но судя по тому как идут тут дела может и пришло время искать новый порт приписки попутного ветра уважай наши законы и твой визит будет приятным в противном случае тебе придется ответить перед редаранской стражей то есть и 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 Здесь, в его святилище. То, что ими забыто. Здесь мы их вспомним. Ты весьма отличаешься от остальных. По крайней мере, в плане состояния ума. Очень интересно. Могу я спросить, что ты здесь делаешь? Мирак, Мирак. Звучит знакомо, но я не могу вспомнить. О, минутку, вспомнил. Правда, толку от этого мало. Мирак мертв уже тысячи лет. Не знаю. Но это забавно, правда? Возможно, это как-то связано с тем, что здесь происходит. Весьма неожиданная вещь. Боюсь, я вряд ли могу ответить на твои вопросы. Однако, ближе к центру острова есть развалины старого храма Мирака. На твоем месте я бы туда заглянул. Что-то строят. Это же очевидно. А вот что? От разговоров с ними толку мало. И мне бы очень хотелось узнать, что произойдет, когда они закончатся. Гроза наши были слепы. Когда город Вивек был разрушен, нам понадобились десятилетия, чтобы прийти в себя. И сегодня мы все еще лишь тень нашего славного прошлого. Но в один прекрасный день мы воскреснем в блеске былой славы. Руки наши были пусты. Ныне он даст им дело. Интересно. Ясно. Можно ли поймать живого дракона? Вот был бы любоподопытный. И тогда весь мир увидит. И когда весь мир вспомнит. На что это ты тут пялишься, а? Прошу прощения, но вход в храм только для последователей нашей беды. Посторонним здесь не надо. Нищета? Я тебе покажу нищету. Будешь у меня дерьмо нечее от стен бастиона оттирать. Вот. Помогите. Вы- Саим- Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Я не был уверен, что выберусь с этой фермы живым. Хотелось бы сказать тоже про моих ребят. Некоторые редаранские стражники называют их порождениями пепла. А что я? Мне плевать, как их там называют. Главное, что они угрожают Вороньей скале, и их нужно уничтожить. Я решил поискать какие-нибудь подсказки, чтобы выяснить, откуда они берутся. Знаю, это не лучшее место для начала поисков, но мы видели, что они приходят с этого направления. Очень хорошо, потому что помощь мне просто необходима. К тому же, мне не хочется надолго оставлять Воронью скалу, и я не могу больше терять редаранских стражников. Мы обыскивали ферму, когда на нас напали порождения пепла. Посмотри, не найдешь ли ты здесь чего-нибудь полезного. Да я не думаю. Знаю только, что порождения пепла приходят оттуда. Так что почему бы там и не начать? Хорошо, что это хозяйство уже много лет как заброшено. Страшно даже подумать, что бы они сделали с безоружным фермером и его семьей. Не знаю. Мне говорили, что это очень старая ферма, еще со времен империи. И что там все погибли во время извержения Красной горы. Не знаю, кто там жил. Когда я приехал в Воронью скалу, там уже были развалины. Сообщи мне, если обнаружишь что-нибудь необычное. Ну как, удалось что-то найти? Это странно. В записке говорится, что она от генерала Фалкса Каррия. Но этого не может быть. Ну, Карри командовал имперским гарнизоном в форте Морозного Мотылька. Но он умер больше 200 лет назад, когда Красная гора сравняла форт с землей. Он никак не может быть жив. Если генерал Каррия еще жив, значит, что-то поддерживает в нем жизнь. Пожалуйста, сходи в форт Морозного Мотылька и выясни, что там и как. А я вернусь в Воронью скалу и подготовлю своих ребят к новым нападениям. Смотри, осторожнее. Этот генерал Модин Вилет, капитан... Может, я и знаю такого, а может и нет. Я не помню. Я... я не могу. Я... я просто не знаю. Кажется, он имеет какое-то отношение к храму. Это храм здесь, на острове. Ну как, помогло? Смотри, осторожнее. Кажется, генерал Каррия, похоже, выжил из ума. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...